Здравствуйте, друзья, с вами Вола, и как вы поняли из названия видео, сегодня мы будем делать инвертированные педали. И поэтому не будем разглагольствовать, начнем сразу со сборки. В качестве каркаса данной конструкции я выбрал квадрат с течением 25х25. Сверху и снизу нужно просверлить отверстие под крепление площадки. Но с одной стороны сделать отверстие больше для того, чтобы спрятать болты и гайки внутри, чтобы они, разумеется, у нас не торчали в пол. С боковых сторон проделываем еще два отверстия восьмерка для того, чтобы можно было крепить уголок, который будет крепить вертикальную площадку. В качестве площадок я использовал деревянный шпон толщиной 20 мм с размерами 450х400 для ног и 450х300 для педалей. Размечаете места, где нужно просверлить отверстия, соответственно, сверлите их. Я использовал восьмое сверло для того, чтобы можно было удобно туда закидывать винты М6. Я специально использовал винты, чтобы шляпки не торчали наружу. Прикручиваем квадрат к площадке и принимаемся за следующую. Второй абсолютно такой же самый принцип, единственное, размеры у нее немножко другие, так как она будет покороче. Но принцип тот же самый. Размечаете, сверлите и закручиваете. Единственное, что хочу сказать, это сместите площадку на сантиметр или два, потому что если сделать впритык, то он просто банально не будет согинаться. А именно это я и хотел сделать, потому что когда вы соберете две площадки, следующее, что нужно сделать, это собрать их вместе. А для этого понадобится вот такой вот уголок. У него есть два отверстия для крепления нижней площадки и одно отверстие и паз для того, чтобы закрепить вертикальную площадку. Как вы поняли, этот паз нужен для того, чтобы можно было нагинать вертикальную площадку, для того, чтобы было удобнее нажимать на педали. После того, как собрали платформу, можно ненадолго ее отложить и заняться самими педалями. Сначала снимаем накладки педалей, всего лишь что нужно выкрутить под два шестигранных винта. После этого переворачиваем педали и раскручиваем основание. Здесь большое количество винтов, но самое главное не забудьте про те два, которые находятся под вот этой вот зубчатой площадкой. Теперь уже можно снять основной корпус, но сразу наверху тяните, потому что к ней прикручена фиксация провода. Сначала раскручивайте эти винты, а потом уже можете откладывать корпус в сторону. После того, как сняли верхнюю часть корпуса, начинаем раскручивать винты, которые держат уже педали на самом основании. После того, как вы уже раскрутили педали, они находятся у вас в руках, снимаем все эти контакты, которые прикреплены к потенциометру. Самое главное, запомните, в какой последовательности они находятся. Ближе к нижней части педали всегда находится черный, к верхней – красный. Средний же провод на каждой педали будет меняться. Цветом этого среднего провода вы можете определять, какой набор проводов к какой педали относится. Либо, если вы не можете запомнить, можете каким-нибудь образом пометить провода. Следующее, что я решил сделать, пока все-таки педали у меня были в руках, я решил поменять местами пружины сцепления и газа. Потому что вот это пружины от педали газа, а вот это от сцепления. И как вы могли понять, сцепление работает гораздо туже, чем газ. Но мне лично это неудобно, и поэтому я решил сделать себе педаль газа чуть покрепче. Это, разумеется, абсолютно индивидуальная ситуация, касается она только меня. Но если же вы будете сами разбирать педали тоже для чего-то, то советую откручивать педали именно с красной стороны, для того, чтобы не наружить расположение вот этих вот зубьев. Но это все ерунда, к черту пружины. Возвращаем обратно площадки педалей. Самое главное, запомните, площадки вам нужно перевернуть, потому что в стандартном варианте педали стояли вот так, а когда вы педали перевернете, они будут стоять вот так. Что ж, теперь займемся сверлением отверстий для педалей. Тут уже советовать какие-то размеры не будут, потому что подстраивайте педали под свои ноги, вы можете педали чуть глубже загнуть, чуть выше поднять. Для того, чтобы было удобнее, нужно было держать педали снизу. Просто подложите какую-нибудь книгу и уприте в нее педали. И вы будете понимать, подходит вам это расположение или нет. В итоге размечаете, сверлите, и самое главное, не забудьте еще дополнительно просверлить рядом отверстия для того, чтобы продевать туда провода. Далее пойдет, конечно, вкусовщина, но я все-таки решил не держать ноги на деревяшке и приклеить на эти деревяшки коврик. Нашел в магазине вот такой вот коврик с резиновым основанием. На удивление, по ширине он оказался именно того размера, который мне нужен. И единственное, что мне нужно было сделать, это нарезать его на нужные части. Предварительно избавившиеся от боковых кусков резины, но их я потом впоследствии решил использовать для того, чтобы приклеить на основание квадрата. Таким образом, вся платформа бы не шкрепла по полу и, разумеется, держалась покрепче. Приклеиваем куски этого коврика обычным моментом, ленточки присобачиваем в днище квадрата, ну а теперь уже начинаем подключать сами педали. Самое главное, не забудьте потом в коврике просверлить отверстия. Вставляем педали в заготовленное отверстие, разработчики уже сразу позаботились, и в педалях есть уже подготовленное отверстие под резьбу М6. С другой стороны закрепляем шайбой и гайкой, и остается только надеть все контакты, и можно ехать. Единственное, самое главное, повторюсь, не запутайтесь в последовательности проводов. Черный у нас находится в основании педали, цветной посередине, а красный, разумеется, последний. Ну вот и все, получилось достаточно красиво, массивно, при этом она далеко особо не уедет, но если у вас пол, скажем, какой-нибудь очень скользкий, то можете просто сзади поставить что-нибудь и прислонить уже к нему педали. Но относительно ощущений, хочется сказать, что ехать с такими педалями гораздо приятнее. Ну а на этом все, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, и оно, может быть, для некоторых будет полезным. А пока что подписывайтесь на канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok